Музыка, картины и много творческих людей. В стенах Госкомнация собрались художники, скульпторы и дизайнеры. Здесь презентуют красочный уникальный альбом «Крымско-татарское искусство». В этом альбоме мы охватили большой отрезок времени развития нашего искусства. В основном первый том был посвящен изобразительному станку московского. На страницах альбома три картины художника Шевкета Кишфеддинова. Он создал их с помощью акварели, карандаша и гуаши. Акварельность – это всегда воздушность, легкость и недосказанность. Узнаете? Капсхор и Кабани-мыс. Художник передает Крым с точки зрения сегодняшнего дня. Благодаря композиционному центру «Восходу солнца» зритель сразу понимает, что вдохновляло художника при создании этой картины. Шевкет Кишфеддинов. Рассвет в Капсихоре. Вдохновением для создания этой картины послужили красоты Крыма. То, что нас окружает по жизни, для любого художника и есть то самое вдохновение, которое его по утрам поднимает с постели и приводит в его мастерскую. Свои картины для нового издания предоставила и художница Эльзара Сейдометова. Она создает яркие, динамичные образы. В живописи в основном я применяю мастихи для того, чтобы была фактура, такая динамика. Всего в медиа-центр поступило 70 рукописей. Отбор прошли 30. Так был создан альбом на 207 страниц. Три месяца готовили иллюстрации, редактировали текст сборника, а еще полтора заняла верстка. Мы создаем макет, при этом так как станки разные, главная была задача, чтобы у нас были соблюдены все цветопередачи каждой картины. В альбоме размещены произведения как современников, так и крымско-татарских авторов прошлых лет. Особенность альбома в том, что его можно увидеть и в электронном виде. Люди смогут уже далеко за пределами даже Российской Федерации знакомиться с этими материалами, приобщаться к творчеству людей и понимать, что здесь живут высокохудожественные, творчески развитые, талантливые люди. Такие сборники – гордость не только медиа-центра. В следующем году сотрудники планируют разработать и второй том. Второй том, он посвящен декоративно-прикладному искусству, а третий – дизайну и архитектуре. Авторы уверены, что подобные издания помогут воспитать в молодежи эстетическую нравственность и стремление к искусству.